Микс Ньюс Олег Пеков в студии, Родион Золотарев, как всегда, за звукорежиссерским пультом И в нашей студии гость, кинорежиссер Станислав Такалов Доброе утро, хотел сказать, уже заработавшись, добрый вечер Добрый вечер, это потому что мы обычно с вами по утрам встречаемся И есть еще одна добрая традиция, мы встречаемся всегда осенью перед началом «Манхэттен-шорт» И этот год не стал исключением, хотя на самом деле это уже не несет, можно сказать, такой, я не знаю, призыва всех бежать Но с одной стороны, конечно, мы призываем, но я понимаю, что билеты уже раскуплены Да, но мы вчера буквально запустили два дополнительных сеанса в воскресенье Потому что действительно билеты сейчас в контексте ситуации ковида Залы могут принять в два раза меньше людей И у нас первый год, когда буквально за два дня после того, как билеты поступили в продажу Они все были раскуплены, и мы поняли, что еще хотят люди пойти И, соответственно, мы сделали дополнительные сеансы, на которые есть еще билеты Соответственно, на Аула ЛВ Пожалуйста, будем рады всех вас видеть Я буду присутствовать лично на всех показах, как обычно Потому что это уже такая добрая традиция Мы как друзья и члены секретного клуба «Манхэттен Шортс» встречаемся каждый год И каждый спорит, сколько он уже раз был Пять, шесть, кто больше, кто помнит фильм с 2006 года С 2006 он в Латвии проходит У него интересная история Он был в 2008-м и 2009-м году Где было 10 человек на нем в спикере он проходил Но один из этих 10 человек был я И потом он перестал показываться И это было вообще мое первое знакомство Я посмотрел эти фильмы Это первый раз я выехал в центр из Пурсенс Посмотреть, что делают в мире короткометражного кино Один пошел, очень страшно было Не помню, там, ну, 18 или 17 мне было И я посмотрел эти фильмы и думаю Ну, я тоже могу И у меня осталось это в сердце Что мне какой-то переворот в этом экзистенциальном путешествии в спикере На короткометражные фильмы произошел И потом он перестал показывать И я понял, что его несколько лет нет Я нашел контакты Позвонил Нику Мэйсону Это главный организатор фестиваля В Нью-Йорке он базируется И он сидел, смотрел футбольный матч Как он сказал Я говорю, привет, меня зовут Стас Я из Риги Вот я был на твоем фестивале Можно я его буду делать в Риге еще раз Он говорит, давай И вот так вот это началось И мы начали с подвала на стабу Есть такой малый театр Где мы в коробку собирали деньги Просто проектора у кого-то дома нашли Люди сидели на полу Ну, пытаясь в шахматном порядке Как и сейчас, надо в COVID рассесться Чтобы хоть видно было Там собирали на листочке голосования И вот теперь, через 9 лет Мы показываемся в сплендеде И в принципе, когда нету ковида Тогда зал распродан всегда Уже последние несколько лет Но так как теперь только половина зала может быть Конечно, билеты ушли больше Соответственно, мы сделали дополнительные сеансы В кинотеатре Касунц Обещаю, что атмосфера от этого не изменится И вот в воскресенье Еще на два сеанса Которые мы только вчера запустили Есть билеты Поэтому буду рад всех вас видеть Что в этом году будет представлено? Какие страны? Может быть, ну, несколько слов там Да, в этом году так интересно получилось Потому что есть Израиль, Палестина и Иран Все вместе Три фильма, разные кинематографисты В контексте того, что В контексте того, что кино объединяет Именно Манхэттен Шорт Потому что мы все вместе смотрим 56 стран по всему миру И неважно какой ты конфессии Национальности Есть фильм И вот мы все вместе в контексте программы смотрим В этом году нету такого жесткого Я не могу сказать Мне кажется, 40% режиссера женщины тоже Ну, то есть, очень разные Есть американский фильм давно Но не было Есть фильм из России Которому у меня неоднозначное отношение А кто отбирает вот из 56 стран? Каждый год приглашается комиссия В Америке, как вы знаете, очень любят известных людей И там в разные года Там и Шон Пэн, и Барбара Стрейзен Ну, разные известные люди Как в любую комиссию любого фестиваля Обычно присылается в районе полутора тысяч, двух тысяч работ В этом году, так как ковид, меньше фильмов просто удалось сделать Соответственно, в районе тысячи фильмов Из которых происходил отбор И почему люди присылают туда Потому что Manhattan Short дает очень большой шанс Что тебя посмотрят на предвыборе на Оскар Потому что за 20 лет истории фестиваля 23 года 14 фильмов попали в номинацию Лучший короткометражный фильм Там есть две номинации Лучший анимационный фильм И лучший лайф-экшн, так называемый Ну, то есть фильм И вот 14 фильмов попали Три, насколько мне не изменяет память, выиграла И если ты претендуешь Ну, как бы и борешься за право Чтобы тебя хоть заметили на этом Оскаре То Manhattan Short классная платформа И, как вы знаете, короткометражное кино Тебе очень сложно достучаться до людей В кинотеатре, показать свой фильм Да, ты можешь организовать премьеру Но как ты по миру покажешь? Соответственно, единственная твоя платформа Это фестиваль А фестиваль, вы понимаете То есть ты отправляешь свой короткометражный фильм И вот сколько людей пришло на этот показ Это вот те люди, которые в этой стране посмотрели А Manhattan Short смотрят больше 100 тысяч человек Во всему миру, вот за этот период То есть 56 стран Там сотни тысяч этих показов И все вместе мы смотрим вот эти 9 отобранных фильмов В этом году И это, в принципе, другой такой платформы Где ты можешь 100 тысячам зрителям Показать свой короткометражный фильм Нету, таких фестивалей больше нету в мире И при том, что зритель потом голосует Ну, как вы знаете, это специфика фестиваля То, что каждый зритель, который приходит Голосует за фильм лучшего актера И по результатам голосования именно зрителей Отбирается лучший фильм Соответственно, фильм, который побеждает И потом попадает на Оскар На самом деле выбрали зрители Что очень интересно А не какая-то крутая комиссия Которая там сидела и обсуждала Почему именно этот фильм Ну, вот мы еще говорили и о том Что в эту отборку В этом году 9 фильмов Попадают картины Которые, ну, должны быть разноплановые То есть не может быть два, ну, как бы Фильма на одну и ту же тему Не может Чтобы это вот, ну, всегда была То есть это программа Программа, да И именно так Ник, мне кажется Ну, руководствуется именно этим Складывая Потому что фильмы на абсолютно разные темы Абсолютно разные Драмы, триллер, комедия Соответственно, чтобы за два часа Ты мог максимальное количество эмоций пережить Мне кажется, этот фактор И то, что ты приходишь, тебе дают анкету Тебе в этом нужно что-то выбирать Ты сидишь, обсуждаешь, ссоришься со своим партнером Или партнершей по поводу того Какой фильм понравился И почему Ты, как бы, включен в процесс И ты понимаешь, что Также сидят еще в других местах люди И тоже выбирают И потом следишь, кто выиграл Тоже такая хорошая традиция Есть те вещи, которые отличают это И мне кажется, что Manhattan Short В принципе, как я считаю Это, ну, есть вот кинофестиваль Ну, в таком классическом понимании Где ты приходишь, смотришь новый фильм Ларса фон Триера Понимаешь что-то, не понимаешь Хороший он или плохой Кто-то потом решает Это другое А Manhattan Short, мне кажется Это больше как кинособытие просто Кино-евент Где фильмы очень часто понятные Если не понятные Да, но, как бы, они Нацелены на то, чтобы достучаться до зрителя И которому нравится и боевик И арт-хаус, кино И мультипликация То есть очень разноплановые эти фильмы И, соответственно, они Как минимум вызывают тебя на диалог И, притом, перед каждым фильмом Режиссер сам заявляет свой фильм Вот это да, еще Что тоже, мне кажется Сразу можно посмотреть, кто сделал И так интересно сравнивать Когда ты смотришь, что человек говорит Как он разговаривает И вот, и потом смотришь его фильм И можешь сравнить И очень интересно Сама реакция этого человека Ну, насколько Кто-то очень серьезно себя воспринимает Кто-то очень самоиронично Кто-то, ну, буквально там просит Ну, вот, посмотрите Вот, ну, проголосуйте Вот, ну, за меня Ну, очень действительно Кто-то пытается объяснить Про что было фильм Что сразу говорит о том Что он не очень уверенно себя чувствует Что работа сама за него расскажет Ну, и так смешно Ну, как бы, мне кажется Интересно посмотреть Что всегда кажется Что короткометражное кино Это какая-то удел студентов Лето, на самом деле Ну, режиссер Возраст режиссеров Очень разный Есть люди Ну, в любом На любом этапе своей карьеры Сделав Большое количество Там полнометражных фильмов Тоже могут сделать Короткометражный фильм Я, например Ну, сняв Сейчас уже три Получается Сейчас четыре Будет фильма полнометражных Тоже хочу сделать Короткометражный фильм Потому что Короткометражное кино Это не значит Что оно какое-то Дешевое или простое Просто есть истории Которые укладываются Именно в короткометражный жанр Которые Ну, созданы Для этого формата И от этого Они не становятся Менее интересны Иногда Эта возможность Посмотреть Девять фильмов За два часа Где что-то тебе не понравилось Но что-то очень понравилось Дает намного Богаче путешествия Чем Один художественный фильм Где у тебя Понравилось Не понравилось Есть решение Ну, и мы, по-моему Говорили То ли в прошлом То ли позапрошлом году Этот пример Прекрасный Был Иплэш Который Сначала Как короткометражный Фильм вышел А затем Он произвел Такое впечатление Что Его Предложили сделать Уже как полный метр Ну, и какая работа Получилась Интересная И мне кажется Еще как Ну, как режиссеру Тоже Что Короткометражный жанр И когда у тебя Меньше обязательства Да, то есть Понимаете Любой Полнометражный художественный фильм Как минимум Там миллион Да Ну, бюджет его Да, у тебя есть какие-то обязательства Да, там Большое количество людей Вовлечено А в короткометражном кино У тебя есть возможность Попробовать Какий-то Абсолютно другой взгляд На вещи По-другому сложить Эту историю И в нем есть Это свежесть Да Свежесть Подхода к делу Потому что ты не скован Какими-то Обязательствами Там Киноцентра Или фонда Который тебя поддерживает Но при этом Ведь это еще и Достаточно известные актеры Снимаются То есть я удивляюсь Что мы периодически видим Ну, чуть ли не звезд Ну, на самом деле Звезд Кино, которое Принимает Конечно Потому что для них Это тоже огромная свобода Где у тебя не стоит Продюсер и студия Над тобой Играя Там Не знаю Супергероя Да Или кого-то Что должен делать У тебя появляется свобода Ты можешь попробовать Что-то Что ты набрал Тебе В свободной атмосфере Где тебе дают Свободу Сделать Это Круто Это Другое Не менее интересно Просто Другое Вот И поэтому Если вам нравится Смотреть кино Почему вы Не можете попробовать И посмотреть Может быть Вы тоже присоединитесь К нашему движению И Получите От этого вечера Большое удовольствие Тем более Что мы все время Подчеркиваем Что Все фильмы Сто процентно Не понравятся Но Такого Чтобы ни один из них Не понравился Такого тоже быть не может Такого не может быть Да Его Я понимаю Что этот фестиваль Он какое-то время Проходил все время в Риге Но сейчас Он вышел Немножко Уже за рамки Тоже Риги И жители других городов Может быть Нас слушают тоже Да Слушают И в этом году Он пройдет в Лепое Три сеанса В Венспилсе Четыре сеанса В Даугавпилсе В Резекне В Валмире В Екапилсе В Цесисе В Сигулде Я забыл еще один город Ну Да Я Обещаю До конца эфира Вспомню Назову И получается Что жители этих городов Тоже могут Присоединяться К этому движению Да В городах Билеты продаются Непосредственно В кинотеатрах Если в Риге Билеты продаются Электронно Через портал Аула ЛВ То в городах Билеты продаются В кинотеатрах Сами кинотеатры Этим занимаются Поэтому Если вы живете В городе Кроме Даугавпилса Где закрылся Кинотеатр Горе Он пройдет Вы можете Подписаться На нашу страничку В фейсбуке Manhattan Short В Латвии И там Мы всегда делаем Отдельный Ивент На каждый город И пытаемся Достучаться До людей Нам все время Пишут Когда в Даугавпилсе будет Когда будет В Резекне То есть Постоянно Интересуются Поэтому мы Вот Тоже пытаемся Расшириться И там Тоже проходит Везде голосование То есть Голос Доугавпилчанина Будет приравнен Голосу Приезжанина Конечно Нет Так вообще Не может быть Каждый голос Является Единицей Есть случаи Когда Несколько лет Обратно Первое От второго места Отделило Десять голосов То есть Сто тысяч Человек Голосовало Сто десять По-моему Было тысяч Голосов И первое Второе место Отделило Десять голосов Это вообще Невероятно То есть Если Ну Представить себе Да На такой Масштаб Это конечно Невероятно А где еще В Риге Показывают Манхэттен шорт Кроме Америки Латвии А в каких Странах В каких Странах Ну Во всех Пятидесяти Штатах В России По-моему Больше тысячи Показов Все СНГ Вся Старая Европа Показывают В Австралии В Новой Зеландии В Иране Даже Показывают На На Востоке Тоже Везде Он есть Там В Ливане В Израиле В Палестине Показывают Ну В принципе То есть На каждом Континенте Его показывают Я не знаю Показывают ли В Исландии Вот На это Не могу Ответить Но И в скандинавских Странах Везде Когда Путешествую В это время То Иногда Можно пойти В другой стране Посмотреть В каждой По-своему У нас Так Очень Все Благочестиво И Так А ездят Ну Такой Ро Больше Такой Я даже Не знаю Как По-русски Правильно Сказать Такой Более Такой Независимый Да Где вы там Собираетесь Нужно Найти Какой-то Склад Где Ставят Специальный Экран То есть Ну Как бы Такой Другой Подход Вот Не менее Интересный И просто Другой У нас Вот Сплендед Касунц Все Учтиво Вот С Речью В начале Всегда Мы там Да Ну да С другой стороны Он выглядит Таким Что Хочется Как в Бойцовском Клубе Чтобы Тебя Провели Вот Тайком Как-то Да В этом Тоже Что-то Есть Да Вообще Мне кажется Что Очень Недооцененный Момент Это Как Смотреть Кино Почему Людям Например Нается Приходить На премьеры Фильмов Потому что Там Есть Еще Нерв Вне Фильма Которая Есть Ты Видишь Людей Которые Это Создали Они Переживают Волнуются За это Ты Можешь Посмотреть Какое Между Ними Взаимодействие И Ну вот Этот Диалог До Мне кажется Не менее Важен Чем Этот Фильм Тогда У тебя От Фильма Совсем Другое Впечатление Вот И Есть Плюсы Свои Когда Ты Один Приходишь В кино Смотреть Просто В темном Зале Сидишь И Можешь Немножко Абстрагироваться И В таких Кино Ивентах Как я Называю Кинособытия Где Мы Приходим Встречаемся Там Все Вместе Общаемся С каждым Я Здороваюсь И Людей Уже Просто Знаю Мы Раз в год Встречаемся На На Это Мероприятие Есть Такие Которые Подходят Каждый Конечно Мы Общаемся Спорим Потом После Показа Почему Голосовали За тот Фильм Ссоримся И Через Год Встречаемся Чтобы Еще раз Пройти Да Я хочу Еще раз Подчеркнуть Что В отличие От Обычного Кино Когда Фильм Заканчивается Еще Не Закончились Титры А Люди Расходятся С Попкорном Разбредаются То Здесь Наоборот Уже Зажигается Зал Уже Начинают Ходить Сотрудники Кинотеатра Как бы Ну Давайте Уже Давайте Освобождайте А еще Люди Сидят И спорят И в кружочках Обсуждают За кого Проголосовать Да Это все Очень интересно В этом году Интересно То что У нас Обычно Ригой Всегда Все Заканчивается В этом году Наоборот Ригой Начинается Все На этих Выходных 2 3 4 И потом Тогда Во всех Городах Соответственно Как Последний Пункт Будет Резек На 31 Вот Что наоборот Мне вот Всегда Было Жалко Что Если Ну Какой-то Понравившийся Фильм Есть Возможность Всегда Потом Купить Ну Словно Говоря На DVD Или Там Где-то Найти Каким-то Образом То Здесь С Короткометражными Фильмами Все Гораздо Сложнее Вот Не было ли Вообще Какой-то Идеи Вот Ну Например Вот Даже У Организатора Вот Ника Сделать Например Фестиваль Фестивали Ну Какому-то Юбилею Манхэттен Шорт Например Все Победители Там Фильмы Победители Что-то Есть DVD Диски Там Сложно Купить Я сам Пытался Купить Эти Программы Да Но А Фильма Почему Не появляется Потом В открытом Доступе Потому что У фильма Его Как бы Жизненный Цикл Может достигать Семи лет Если это фильм Который попадает На там Манхэттен Шорт Или на какие-то Крупные Фестивали Чего его потом Берут остальные Фестивали И у него Есть вот этот Цикл Как он Вот несколько лет Ходит по всем Фестивалям По всему миру Где-то выигрывает Это единственный Способ Монетизировать Для создателя Он получает Какие-то Ну Дивиденды С показов Или если он Выигрывает Фестиваль Часто бывают Денежные призы И в тот момент Как ты просто Выкладываешь фильм Он теряет Возможность Потому что Человек может Просто из дома Посмотреть И поэтому Создатели В принципе Не выкладывают Так эти фильмы И мне кажется Это правильно Что кино Надо смотреть В кинотеатре Что когда ты На ютубе Просто посмотришь Фильм Это как любое видео Там Ну а Например Сделать действительно Такой фестиваль Где будут показаны Только самые лучшие Я об этом думал Я вот Я об этом думал И я думаю Что это Очень хорошая идея Олег И я думаю Что следующей весной Вполне возможно Удастся нам Сделать Такой фестиваль Я хочу Если особенно Сейчас нас всех Опять закроют И ходить никуда Нельзя будет Сделать Драйв-ин Кинотеатр Где каждый может Сидеть в своей машине Поставить огромный экран И просто посмотреть Какие-то веселые Хорошие фильмы Которые поднимают Поднимают настроение Как будто У меня из головы Достали Идею Которую Так что Сделаем Обещаю Вот Мы сейчас Буквально На пару секунд Прервемся После чего Продолжим разговор Станислав Токалов Латвийский кинорежиссер Документального И художественного кино Как раз О новых его проектах Мы поговорим Микс-ньюс Продолжаем Продолжаем Программу Синема И у нас Режиссер Станислав Токал В студии Мы Закончили Может быть Ну вот В первой части Говорить про Manhattan Short В эти выходные Можно будет Splendid Palace Посмотреть А что Вот Сейчас происходит В латвийском кино Я понимаю Что вот Несколько дней назад Буквально Ну какое-то количество Там 9 по-моему Сентября Закончились Съемки Новой картины Художественной И Насколько я понимаю Что это первый был Твой проект Который снимался На латышском языке То есть Это Такой вот Ну Это история Не связанная Например С Фантастикой Как вот было Мне очень нравится Вопрос Когда люди Спрашивают А какой жанр Кино И я пытался Для себя всегда Сформулировать Не жанр Фильма Свою Потому что я понимаю Что это Ну не тот критерий Что мы настолько Американизированы В своем понимании Что Мы считаем Что все кино Можно поделить На какие-то жанры И если вы посмотрите Если вы смотрите Европейское кино Посмотрите То на самом деле Да Есть комедии Есть триллеры Ну которые жанровые Которые делают Как в Америке Фильмы Только европейские Но в целом Все фильмы Которые мне нравятся Я не могу Определить Я не могу определить Их жанр Это Ну если На американский лад Говорит Скорее всего Драма Да Но Это настолько Разные драмы Да Это драма По мураками Рассказываю Какая-то там Бернинг Парка Да Или это Четыре месяца Три недели Два дня Минджу Румынские драмы Это все драма Но сравнивать их Это как Ну невозможно И соответственно В таком Художественном кино Мне кажется Что такого Жанрового Точного разделения Нет Да Есть там Квадрат Шведский фильм Два года назад Победивший Там есть Ну там есть комедия Да Там его можно Причислить куда-то Но так в целом Ну вот Звягинцев Ну которого Русскоговорящий Слушатель Скорее всего Знает Драма Это все драма Но они разные Сравните Возвращение Первый фильм Звягинцева И Елену Это обе драмы Но они Их можно сравнить Вообще как-то Или нет Это абсолютно разные фильмы Разные по языку повествования По тематике Но Но это тоже драма Соответственно Очень сложно так Разделить Вуди, Аллен И Господи Вот какой-нибудь Американский пирог Это тоже вроде бы комедии Но Да Как-то Да И вот Жанр Ганитова У меня фильм называется Милый друг Как Роман Мапасана Милый друг Одноименный По-латышски Милулес По-английски Лавабл Вот И Соответственно Он не по мотивам Он Я на самом деле Придумал название Потом вспомнил Что Что Еще же Роман Есть Такой Да Вот Но Главный герой Схож Конечно С главным героем Мапасана И Да Фильм на латышском Я Для себя Принял Решение Ну во-первых Ладно Что ж там Я живу здесь В Латвии Да Да Я русскоговорящий Мне очень нравятся Русские актеры Мне кажется Они Не самых Талантливых В мире Но Если я хотел Снять фильм Происходящий В Латвии В наше время О О тех людях Которые здесь живут Тогда Я Ну принял решение Что на языке Мне соответственно Надо У меня в фильме говорят И по-латышски И по-русски То есть Нету такого Я сам писал сценарий У меня есть автор Из Америки Валдемар Калиновский С которым мы уже Ну довольно много Сценариев написали И на английском Я начинал писать Вообще на английском Потому что Я в Юкей Заканчивал учиться И Мне кажется Что каждый режиссер Он приходит В профессию Откуда-то Ну я Не знаю Ни одного режиссера Который просто Вот Режиссер Я вот Режиссер Да Кто там Из архитектуры Кто Я мне кажется Из сценаристов Пришел То есть Именно из текста Визуальной И вот мы начинали писать И мы так до сих пор Продолжаем работу Это очень Интересный Мне кажется Процесс Вдвоем писать Потому что Есть разные подходы Мы знаем Например Братья Стругацки Как они Менялись Ну то один записывает То другой записывает Ну прям по страницам Так шли И менялись Там Братья Коэн Где один записывает Но вдвоем Они разговаривают У нас взаимодействие Такое что Один пишет Когда у него появляется Идея Полный драфт Сценарий Драфт Это один Ну как бы Исходник Да Вот весь сценарий От начала до конца И потом Начинается пересылка Один что-то меняет Вы спорите Там Ссоритесь Все потом Ты опять меняешь Ну как бы И пытаетесь Его довести До ума Если Смешно Мне кажется Очень то что Может казаться Ну вот что мне там Надо написать Сценарий для фильма И тебе кажется Вот ты его написал И он готов Никогда такого не было Может быть Есть случаи Когда Человек написал И вот взял его И снял Как он есть Да Я уверен что есть Но в целом Профессиональная работа Сценариста Это переписывание Сценария Это когда ты доводишь Каждую сцену Идею Каждое слово До ума То есть у тебя есть Изначальный вариант И потом Ну у меня никогда меньше Десяти драфтов сценария То есть Десяти вариантов Этого сценария Не было И какие-то изменения Очень маленькие Какие-то принципиальные А чем они вызваны Обычно Не ясностью Повествования Не ясностью Это не заигрывание Со зрителем Попытка ему объяснить А то что Твои идеи Которые Ты хочешь Донести Понятные В сцене Да Например Не считываются То есть Непонятно Ну Пример Хотите вам Приведу Да Смотрите Например Сцена У меня умирает Героиня Это не буду Рассказывать И вот Утро после смерти Героиня Одна идея В начале В драфте Была написана Сценария Драфт Я даже не знаю Как перевести Просто по-русски Черновик Набросок Один из вариантов Сценария Была сцена В морге Где стоит герой И смотрит Несколько тел Лежит И он смотрит Не может подойти Собраться То есть он все еще В шоковом состоянии Говорит Хотите попрощаться Он каким-то образом Несуразно прощается И выходит Вот это одно состояние То есть это повествование Это просто пересказ Его состояние Сцена Которую я заменила Это сцена завтрака Это стол Где сидит герой Сидит ребенок Который остался У женщины Которая погибла И пустой стул И они просто едят Там есть И вся эта сцена в морге И еще намного больше И это Ну вот Ты ищешь Способы Без единого слова Визуально Передать То чувство Которое чувствуют они И ты как автор Чувствуешь То есть Ну вот такой пример Я не знаю Насколько понятно А диалоги Вот в американском У американцев Сценарный доктор Называется Который пишет Прямо вот Переписывает диалоги Там Да Да У меня ужасная позиция Как у человека То что я Учился в UK Где американская школа И я конечно Очень держусь за текст А снимаю Квизуальное кино Европейское И вот у меня Сталкиваются Эти два Два человека И мою душу Просто уничтожают Внутри Потому что я Понимаю Как через диалог Чем много Рассказать Но в то же время Понимаю Что диалог Настолько слаб Это как в жизни Что мы Сколько мы Информации Получаем из слов Много Мы используем Но сколько еще Есть вещей Через которые мы чувствуем Видим Как человек себя ведет Как он двигается Как он выглядит В чем он одет Как он себя чувствует Еще Огромное количество Вещей Которые мы берем Во внимание Когда пытаемся Понять другого человека В какой ситуации Вы встречаетесь В каком он состоянии И тогда конечно Слова уже не кажутся Настолько сильными И важными И поэтому я С каждым годом Работы своей Пытаюсь уходить От диалога Потому что мне кажется Что слова Все таки Это не самое важное Вот Хотя Ну с другой стороны Ведь есть Диалоги Которые Остаются Просто как Какое-то Самодостаточное Я не знаю Там диалоги Из фильмов Ну Гайдая Например Ну то есть Где буквально Или там Фильмов Рязанова Ну вот ирония судьбы Диалоги Ну которые Зашлись на цитаты Которые стали Уже пословицами Которые Которые уже Прямо вот Складываются Ну я очень давно Не видел фильмов Где Диалоги Уходят На На Пословицы Мне кажется Что Да Перестали снимать Такие Да Это совсем Другое Мне кажется И мы ушли Просто Как люди Тоже Совсем Другое место И уже Эти слова У нас Слов Текста Вокруг Уже Ну просто Ну тошнит От объема Еще сидеть Слушать Как два человека Разговаривают Я пошел на Теннет Этот фильм Потому что я в школе Которую учился В Великобритании Нолан тоже ее заканчивал У нас был культ Кристофера Нолана В школе Кристофер Нолан Сидел здесь Кристофер Нолан Пил чай Из этой кружки Понятно что мы там Все эти фильмы Смотрели Я Честно скажу Я подостыл Для меня Последний фильм Нолана Который был Интересен Просто как он может Сценарий провести Это инцепшн Я не знаю как он На русском Начало Где просто интересно Посмотреть Как человек может Справиться с Очень сложной идеей Которую он придумал На сценарном уровне Мне кажется что Нолан Он очень талантливый Сценарист в первую очередь Как режиссер Он менее мне интересен То есть как сценарист Мне кажется что у него Какие-то невероятные Может инцепты Потом уже все это Такой уже повтор И не очень удачный Ну и вот Теннет С которого я ушел Через полчаса Потому что просто было Очень громко И в целом Все эти первые полчаса Была или Какая-то погоня Бессмысленная Или люди сидели И разговаривали То есть сидеть И разговаривать Можно по-разному Можно залезать На дом И все И просто продавать Мне Какую-то историю Ну какие-то правила игры В течение Там первого часа Которые потом Позволят мне Понять эту историю Я не хочу Такое кино смотреть Мне не интересно Вот И поэтому Поэтому я ушел Ну вот Вот это американское кино Ну привет Я расскажу тебе На чем это на самом деле И вот они сидят Вдвоем И просто разговаривают И они Этим текстом Тебе автор Рассказывает Что он хочет Чтобы ты знал Ну и в этом жизни Нету Это автор тебе рассказывает Это не два человека Которые живут Внутри кадра Что-то чувствуют И ты сам Сердцем Пытаешься понять Что у них происходит Ну хорошо А вот Что же происходит Все-таки В милом друге Если Ну вот Да Сюжет фильма Очень простой Молодой парень Встречается С женщиной Старшей его Состоятельной И она Неожиданно Умирает В несчастном случае Остается ребенок Девятилетняя девочка И оказывается Что у нее нет Никаких родственников Есть какой-то брат Которого не могут найти И они Короткое время Буквально две недели Проводят вместе С этой девочкой Парень работает Как помощник Администратора Неплатежеспособности В Латвии 2016 год Время возможностей Готовый на все И ему нужно Просто принять Решение Что он будет делать С этой девочкой Оставит ли он ее Сдаст в детский дом Появляется возможность Дом на себя Переписать Стоимостью 2 миллиона Вот В принципе Безнаказанно И ему нужно Какие-то просто Решения принять В соответствии Со сложившейся ситуацией Вот Очень простая история Где снималась Она И вот каким образом Учитывая Наши непростые условия Ковид-19 Да Мы в принципе Два фильма Одновременно запустились Мы как второй фильм Было Тызлэнэс Я не знаю Марта Элэна Мартинсона Не знаю Как по-русски будет Вот Они запустились Первые Потом мы В принципе Эти два фильма Одни из первых В Европе Которые запустились Как продакшены После Карантина Что интересно Писали даже В европейском портале Кино Вот уже Снимают Можно идти По ограничениям Конечно Очень интересно То что Всем нужно быть В масках Актерам И По идее Актерам тоже Но как ты тогда Будешь снимать кино О 2016 Или как ты будешь Целоваться в сцене Если ты В маске Находишься Поэтому Какие-то главные герои Делали Тесты У нас был оператор Из Румынии Который приезжал Делал тест сразу Ну Проверялся И каким-то образом Мы двигались Всем Мерили температуру Пытались Там Особенно не подходить Но в принципе Это смешно Это не работает Это как во всем То есть Вы как бы просто Должны Внимательно относиться К тому Куда вы ходите Во время съемок Чтобы не подвести команду Ну Снимать И идти домой Вот Поэтому Конечно Это все Своеобразно Но это вот Наша новая реальность Которую просто Нужно принять Потому что Ну а что ты По-другому сделаешь Снимали мы В настоящем доме В межопарке Таком Который Удалось нам Заполучить Я когда писал сценарий Есть такой В межопарке Несколько выходов К озеру Для бедных Ну Как представитель Небогатой профессии Для меня тоже И там вот был один дом Такой стоял Прямо вот у реки Я думаю Да Вот это вот Такой дом Где вот Агата Героиня фильма Могла жить И нам удалось Этот дом Получить На съемку И мы прямо В нем и снимали То есть Это главная локация Дома Снимали В Риге Снимали На море То есть Все снималось Здесь Соответственно В Латвии Вот Есть Специфика Визуальная Если кто-то Смотрел Фильмы Которые снимал Олег Муту Или Знаком С румынской Новой волной То есть Такое представление Кино Ну например Что монтаж Это В принципе Зло Когда Ну не то что зло То что монтаж Он мешает тебе Самому понять Что происходит И почувствовать Просто внутрикадровое время Которое идет Внутри кадра Да То есть Это ты Стараешься Где-то возможно Внутри эпизода Не разрывать движение Не показывать Вот посмотри на наушники Посмотри на крупный план героя И все И вести Бессознательное Зрителя Дать ему самому Возможность Выбрать на что Ему смотреть Аскетичное отношение К музыке Закадровой Да Где оркестр Не играет Максимально реалистичная Игра актеров Где Никто не Пытается Здравствуй Валя Да Пытается Максимально Жизненно И просто Прожить Как в жизни Это происходит Сложившиеся обстоятельства Его Вот Поэтому будет очень интересно Сейчас монтировать Посмотреть Что получилось А кто монтировать будет? Монтируемо в Польше Есть Польский Режиссер Томас Василевский У него Известный фильм Его United States of Love Который На Берлине Получил Несколько наград У него есть Беата Его режиссер Монтажа Вот И мы с ней Будем С ней будем Монтировать Вот У нее Такой Интересный Взгляд Тоже на вещи Когда Ожидать Фильм Вот Насколько Сейчас Вообще Ситуация Ну вот В мире кино Ведь она Очень сложная Потому что Я понимаю Крупные Премьеры Вообще Студии Они Боятся Выпускать Фильмы Потому что Видите Как мы живем Вообще В двух разных Пространствах Это Америка Где Люди Кино воспринимают Как бизнес А не Как искусство То есть Это какие-то Частные инвестиции Где люди Ждут возврата По инвестициям И Соответственно Для них Принципиально важно Сколько человек Придет в кинотеатр И посмотрит Поэтому они Как Ну В первую очередь И кланяются Зрителю Да Ну Как бы Для него делают Вот И Соответственно Они не могут Выпускать Мы делаем кино Которое Интернатируется Фондами С задачей Максимально Высокохудожественный Фильм сделать Продвинуть Куда-то Вперед Способы Как Как это Делается Затронуть Какие-то Новые темы Не затронутые Не стремиться К простоте А стремиться К Глубинному Взгляду На какие-то Вещи И Ну Если будут Закрыты Все кинотеатры Сейчас Такие возможности Мы выйдем Где-то Так Чтобы люди Могли увидеть Не знаю На стриминговых Сервисах И все Сами Ну Поэтому Это Это все Такое Неоднозначное Вот Но Когда это Может быть То есть Пока Не понятно Видите Как У такого Европейского Кинофестивального У него Ну Точно Ты никогда Не можешь Знать Потому что У тебя есть У тебя есть Этапы После того Как фильм Готов Ты Пытаешься Попасть Максимально Высоко На фестивали И главные Фестивали В мире Это Берлин Каны Венеция Санденс В начале Года Еще Буквально Четыре Торонто Может быть Пять фестивалей И соответственно Ты не попав На один Ждешь Другой И ты Весь этот Год Ждешь В надежде Попасть Попасть На Какой-то Высокий Фестиваль Который Позволит Тебе И получить И пиар И Что Твое кино Посмотрят В мире И только После этого Выпускаешься У себя Дома Что Каждый Из этих Фестиваль Требует Мировую Премьеру Это Главное Условие Ты Не имеешь Права Выпуститься Дома И потом Попасть На фестиваль Тебя Никто Не Возьмет Это Главное Условие Любого Показать Твой Фильм Поэтому Ты Заложник Этого Если Ты Не Звягинцев Или Фон Триер Которого Просто Возьмут На тот Фестиваль Который Он Захочет Поехать Насколько Насколько Хороший Или Не очень Был Фильм А ты Юный Канематографист За никому Неизвестной Латвии Соответственно Ты Должен Ждать И надеяться Что Обстоятельства И Качество Твоего Фильма Сойдутся Тебе Повезет И ты Попадешь На какой-то Фестиваль Будущее Кино Вот Если Буквально Каратенечко Потому что У нас Как-то Заканчивается Многие Высказывают Тоже Опасения Что Сейчас Публика Которая Расселась По Домам И смотрит Кино Дома Смотрит На всяких Стриминговых Платформах И По-моему Директор Венецианского Фестиваля Сказал Что Если Мы Их вернуть Кинотеатры Будет Очень Сложно Вот Насколько Это Серьезные Опасения Ну Знаете Как У меня Была Возможность Месяц Посмотреть Нетфликс Я Вообще Не понимаю Как В Латвии Можно Смотреть Нетфликс Потому что Ну Там Ничего Нет Я Не Нашел Для себя Ничего Я Хорошо Посмотрел Одно Более Менее Внятные Документальные Фильмы О Социальных Сетях Все Остальные Фильмы Которые Они Предлагают Я Видел Эти Сериалы Которые Делает Нетфликс Ну Это Низший Сорт Вообще Они Одинаковые Они Ну То есть Это Прямой Путь К К Тупению Ну Растите Меня То есть Ну Это Вообще Никаким Образом Не Затрагивает Мое Восприятие Я Так Удивлен Я просто Ну Такой Был Всегда Хайп По поводу Этого Нетфликса И все И столкнувшись С этим Самим Я понимаю Что в Америке Наверное Намного Богаче Выбор Этих Фильмов Которые Ты можешь Смотреть Там Есть Европейское Кино И еще Что-то Но В Латвии За это Платить Деньги Еще Ну За Такой До Конца Невысокого Качества Контент Я Не Понимаю Поэтому Мне Кажется Что Бояться Нечего Люди Жен Ну То Это Это Не может Продолжаться Вечно Смотреть Нетфликс Человеку Ему Захочется Чего-то Другого И он Пойдет В кино И будет Смотреть Ну Это Разговор О том Что Появилось Кино Теперь Театр Умрет Появилось Телевидение Теперь Радио Пропадет Ничего Не пропадет Потому Что Человек Сложный Механизм Он Требует Разнообразия Ну Человек Не может Делать Одно и То же Насмотрит С этого Стриминга Он просто Захочет Выйти Куда-то Один С Подругой С детьми Просто Выйти Куда-то Посмотреть На других Людей Получить Этот Экспириенс Просмотр Кино Вместе Но Я Сейчас Отсматривал Манхэттен Шорт В кинотеатре И давно Не был Мы снимали Там Все лето Готовились Это вообще Даже невероятно Этот звук Это Сидишь В этом темном зале Это Огромный экран Это Экспириенс Я забыл Русское слово Ужас просто Я Мне очень Стыдно Что делать Нет Так нельзя Делать Это Как перевести Экспириенс Вот Сложно перевести То есть Это некий опыт Который ты получаешь Прекрасно Но опыт просмотра кино Это незаменимо ни с чем Вот Поэтому никуда это не пропадет Согласен Что будет меньше Они-то волнуются Венецианский фестиваль Один из топовых событий И что просто Если будет меньше фильмов Для такого повода сделано То у них качество Качество их фестиваля Тоже будет падать Да И финансирование государственное Они начнут другие способы искать Они за это волнуются Но кино как вид И просмотр его в кинотеатре Я не верю Что куда-то пропадет Ну что же Станислав Токалов Сегодня был в программе Синема Спасибо огромное Манхэттен Шорт В ближайшие выходные Друзьям Смотрим До встречи На этих выходных На Манхэттен Шорт До свидания До свидания